Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение, точнее оканчиваем изучение послания филиппийцам, первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать и делать обзор четвертой, последней главы этого послания. Содержание четвертой главы. Призыв к различным христианским обязанностям, таким как стойкость, единодушие, радость и так далее. Это именно обязанность для христиан. С первого по девятый стих апостол выражает благодарную признательность филиппийцам за их доброту к нему, довольство своим положением он проявляет здесь и желает благоденствия им самим. Об этом с десятого по девятнадцатый стих. Он заканчивает послание хвалою, приветствиями и благословениями. Об этом с двадцатого по двадцать третий стих. И мы читаем первый подраздел. Призыв к различным христианским обязанностям, таким как стойкость, единодушие, радость и так далее. С первого по девятый стих. И мы читаем первый стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Здесь он призывает верующих христиан, которых он возлюбил и которых он вожделеет. Что значит «вожделеет»? То есть он хочет общаться с ними лично. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, для него тот факт, что они сохраняют веру, которую приняли от него, это уже само по себе награда. Это и радость, и венец мой венцом венчали победителей в античном мире. Стойте так в Господе, возлюбленные!» И второй стих. «Умоляю Ефодию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе». То есть у некоторых христиан были какие-то проблемы друг с другом, и апостол Павел здесь не упускает возможности, похвалив всех христиан филиппийских, обратиться к этим двум, умоляю Ефодию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. То есть веровать Господу так, как веруют все остальные христиане, которые являются радостью и похвалою для апостола Павла. Архиепископ Аверкий Таушев так объясняет первый стих. Четвертую главу составляют увещание «так стоять о Господе». Вот эти слова «так стоять о Господе» мы выносим в заглавие этой главы. Четвертую главу составляют увещание «так стоять о Господе», как только что учил апостол. Начинается она трогательным обращением к филиппийцам, которая показывает, как дороги они были сердцу апостола. Он называет их «братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». А вот второй стих, где Павел призывает и Фодию, и Сентихию мыслить так же, как остальные христиане, архиепископ Аверки Таушев истолковал так. Далее следует обращение к неким двум женщинам, и Фодии, и Сентихии, мыслить тоже о Господе. Очевидно, это были какие-то влиятельные женщины, и несогласие их с основными истинами веры христианской в чем-то могло быть вредным для других. Почему святой апостол ищел нужным направить к ним особое свое увещевание. Далее мы читаем третий стих. «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовестие вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Климент это никто иной, как четвертый римский папа после апостола Петра. Это тот самый папа римский Климент, который оканчивает свою жизнь в изгнании в Крыму. Но особенность этого римского папы он был из дома Кесаря, то есть он был родственник императора, он был принцем Рима, он мог сам стать императором, но он обратился ко Христу. И архиепископ Аверкий Таушев пишет, объясняет третий стих, в следующем третьем стихе святой апостол обращается к некому своему сотруднику имя которого неизвестно с просьбой помочь в разумлении вышеупомянутых жен как подвязавшимся в благовествование вместе с самим апостолом Павлом. Под Климентом, здесь упоминаемым, разумеется, обыкновенно святой Климент, бывший епископом римским после Петра, Лина и Анаклета, то есть это четвертый римский папа, и он оканчивает свою жизнь в Крыму, а так как он был принц, его кровь нельзя было проливать, и язычники привязали его к якорю и утопили, но чтобы императорская кровь не была пролита. Кстати, одни из первых мощей, которые прибывают на Русь во время крещения, это как раз мощи Климента. Четвертый стих и ниже. «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще говорю, радуйтесь! Призыв к радости, а он часто звучит в устах апостола Павла, он соответствует самому содержанию евангельской проповеди, евангельского благорестования, когда само слово «евангелие» означает «радостная весть». Радостная или благая весть. Поэтому есть основания, для чего и почему радоваться. «Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко». Когда он говорит «Господь близко», он может иметь в виду, что приближаются гонения, и скоро они покинут этот мир, или имеют в виду, что Господь реально близок к каждому верующему, как и сам Христос говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Шестой стих и далее. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть, если у вас есть какие-то желания, может быть, такие, которые вы не готовы открыть перед людьми, открывайте перед Богом. Далее седьмой стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир с Богом, Отцом заключается через Сына Его, а Господина и Господа нашего Иисуса Христа. Как и сказано в одном из посланий апостола Павла, «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышлять, вот о чем должен помышлять христианин». В настоящее время многие христиане жалуются, что когда они становятся на молитву, то какие-то помыслы возникают, какие-то греховные воспоминания обрушиваются на них, это очень тягостно. И я могу сказать, что я тоже не могу избежать каких-то отвлеченных рассуждений на молитве. Я пошел таким путем. Когда я начинаю читать правила, я уже знаю, что мысль будет уходить в сторону, я включаю аудиозапись чтения Евангелия на церковно-славянском языке, чтобы, если бы я на что-то отвлекался бы, пусть это будет Святой Евангелие. Это очень помогает. Восьмой стих и девятый. «Наконец, братья мои…» Восьмой мы прочитали, но прочитаем еще раз. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала о том, помышляйте». И девятый стих. «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Но что они могли видеть в нем? Смирение. Мы уже убедились из этого послания, что Павел считал себя недостигшим совершенства. И когда он говорит, подражайте мне, как я Христу, он имеет в виду, подражайте мне, как я смиряюсь, подражая Христу, который смирил себя до смерти и даже смерти крестной. Далее идет подраздел. Апостол выражает благодарную признательность филиппийцам за их доброту к нему, довольство своим положением проявляет и желает благоденствия им самим, которые заботятся о нем. Об этом с 10 по 19 стих, и мы читаем. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Тогда возникает вопрос, а почему он тогда возрадовался о Господе, что помощь ему возобновилась. Он радуется, что они усвоили его уроки и совершают цадаку. Цадака на еврейском языке – это милостыня, которая дается на Божьи дела. И вот это слово цадака созвучно слову цадик, еврейское слово цадик означает праведник, и вот это совпадение этих двух слов, оно не случайно. Это означает то, что не бывает праведности без благотворительности, и не бывает благотворительности без праведности. тринадцатый стих и ниже. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И Христос говорит нечто противоположное. Человекам это невозможно. Но Христос добавляет, но не Богу, ибо Богу все возможно. И апостол Павел выучил этот урок. Он говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть в Боге, которому все возможно, и я могу все, пока я в нем, и на этой есть его святая воля. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». То есть вы занимаетесь тем, чем и надо заниматься. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благоествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал деяния, но ищу плода умножающегося в пользу вашу». То есть когда вы совершаете цедаку, то есть милостыню, вы становитесь цадиками. Это прямая польза вам, то есть через это вы становитесь праведниками. Например, патриарх Авраам, он совершал свою цедаку, он сидел перед шатром и ждал, когда пойдет какой-нибудь там бедуин, чтобы пригласить его накормить, напоить. И Авраам научил такому же Хеседу, такой же милости, и своего племянника, Лота, который в Содоме уже сидел у ворот города и всматривался всех входящих в город, чтобы пригласить их к себе домой. Поэтому он ищет не пользу себе, он ищет пользу им. Я получил все избыточество, то есть у него там все есть. Я доволен, получив от Эпофродита посланное вами. Эпофродит этот великий христианский меценат, который участвует в гуманитарных программах, даже подвергая опасности свою жизнь, мы об этом уже с вами знаем. Я получил все избыточество, я доволен, получив от Эпофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу, то есть речь идет о том, что цедака, благотворительность, когда мы ее проявляем по отношению к разным людям, здесь неважно по отношению к кому, это угодно Богу, потому что Бог совершил свой хэсэд, то есть проявил милосердие, сотворив мир из небытия в бытие. И 19 стих «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И древнехристианский экзегет Амбразиастер так истолковал вот этот последний 19 стих «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Итак, Павел сказал, что по заслугам его Бог готов помочь им обрести дарованное в обильном величии его в славе Иисуса Христа, которое в том, что по воле Божьей желания христиан исполняются согласно учению Евангелия. то есть давая мы приобретаем, мы не теряем ничего из того, что мы кому-то подарили, вот это все точно будет всегда оставаться с нами. Благотворительность, цедака – это возможность копить и собирать себе сокровища на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и где ржа не разъедает. Далее идет абзац. Павел заканчивает послание хвалою, приветствиями и благословением. Это двадцатый по двадцатый стих. «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь!» Двадцать первый стих. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе!» Я уже объяснял, что святым является каждый христианин, по благодати каждый христианин имеет участие в царственном священстве, то есть по благодати каждый царь и священник и святой. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе! Приветствуют вас находящиеся со мною братья!» Оказывается, верующие не покидали его даже в вузах, в темнице, где он находился. «Приветствуют вас все святые анеипачи из Кесарева дома», то есть из дома императора. Благовесть уже туда проникла, принц Климент, четвертый папа римский, он принадлежит к дому Кесаря, но оказывается, не только он стал христианином, там есть и другие святые, анеипачи из Кесарева дома, он делится этой радостью, что для благодати нет преграды, и оканчивается послание словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это, в общем-то, обычное для первоверховного апостола Павла окончание, по которому можно было распознать, что это именно его послание, и прочитав этот последний 23 стих, мы тоже скажем это слово «Аминь», которое означает «Истина так». «Аминь», 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 Продолжение следует...